Всё, мы начнём. Это совершенно очевидное, конечно, функционерное, но его тоже надо доказывать. Оказывается, функция Си, если она утворяет тем этим условием, будет нечётной. То есть Си от минус Х равно минус Си от Х. Ну, так же, как настоящий секс. Ну, а, соответственно, функция Ко будет чётной, как настоящий Ко. То есть при смене знаком она не именится. Вы написали Ко, а надо Ко. А, Ко, неправильно. Нужно везде писать Ко. Ну, и кроме того, мы можем ещё заметить, что функция Си, она не равна нулю, если Х вот таких пределок. Ну, почему это так? Ну, вот последнее условие ясно, откуда берётся. Потому что если Ко равно нулю, то Си тоже не может равняться нулю, потому что тогда здесь будет нуль, который не может быть больше Х, который положительный, да? Ну, это если Си положительный, да. Если Си отрицательный, ну, аналогично получается, что оно действительно не равно нулю. Откуда вот это берёт, что же понятно? Если мы поменяем местами Х и Игрек, то как раз это выражение сменит знак. А что тут произойдёт? А эти два слагаемых поменяются местами и тоже знак изменится. И поэтому получится, что Си от минус какого-то числа равно минус Си. Ну, а здесь, если мы меняем местами Х и Игрек, то ничего не случится, потому что здесь оттуда. Просто меняются местами со множеством. Так что вот эти условия, оказывается, вытекают из этих. Теперь, как выглядит настоящая формула сложения? Это всё-таки не совсем формула сложения, а скорее формула вычитания. А формула сложения выглядит двух. Си Х плюс Игрек равно Си Х ко ко Игрек плюс Си Игрек до Игрек. Ну, а функция ко выглядит так. Ко Х плюс Игрек равно Ко Х ко Игрек. А вот здесь стоит минус. Минус Си Х Си Игрек. Вот это настоящая формула сложения. Они доказываются из геометрических соображений в школе. Ну, а мы их, очевидно, получаем вот отсюда. Просто-напросто в этих формулах вместо Игрека подставить минусы. Тогда пункт Х минус минус Игрек будет в целом Х плюс Игрек. А что здесь будет? А здесь минусы появятся вот в этих скобках. Вот тут и тут. Если здесь минус появится, то ничего не изменится, как мы знаем. А если здесь минус появится, в итоге вот здесь появится плюс. И получится как раз вот эта формула. Ну, со второй формулой аналогично. Так что из этих формул эти формулы легко вытекают. Можно и наоборот из этих формул эти получить. Но тогда нужно знать вот те формулы. Так что вот эта система, она немножечко лучше. Она в себе содержит и вот те формулы, и второе, и эти. Ну, теперь следующий шаг. Формулы двойного угла давайте получим. Они получаются очень просто. Нужно просто положить У к равным Х. И тогда у нас получается что? Что С2Х равно чему? Равна СХ ко Х. Вот здесь получится. И здесь опять СХ ко Х. То есть будет два СХ ко Х. Это есть формула двойного угла. Ну, и она различная формула для К в квадрате Х минус С в квадрате У. Ну, то же самое. У равна Х поставляем полочкой. Это формула двойного угла. Они точно такие, как в двух школьном учителе. Мы видим, что они тоже все вытекают из двух. Теперь следующий шаг. На первый взгляд он совсем простой. Си от нуля равно нулю, а ко от нуля равно единице. Ну, мы все знаем, что синус нуля справлю нулю, а косинус нуля единица. Ну, а здесь нам это доказывают. Как это делается? Вот это уже не так уж и очевидно. Вот смотрите. Давайте применим вот эту формулу. Подставим вместо Х 0. Тогда что? Два нуля это будет тоже 0. Получим Си 0 равно чему? Равно два Си 0 на ко от нуля. Ну, а теперь смотрим. Допустим, что Си 0 не равно нулю. Рассуждаем от противника. Тогда здесь мы можем сократить на Си 0. И получаем, что тогда ко от нуля будет равно 0. Но вот этого не может быть. Почему? Подставить Х равное нулю вот в эту формулу. И тогда что получается? Два ноля это будет, два нуля будет 0. Ско 0 будет равно чему? Оно у нас равно одно и второе. С другой стороны оно равно К в квадрате от нуля минус Си в квадрате. Но К в квадрате от нуля это уже одна четвертая. Предположим. И получается, что из одной четвертой отнимаем какое-то неотрицательное число. Получаем число не больше, чем одно четвертое. А с другой стороны одна вторая. Противоречие. Значит, на самом деле Си от нуля все-таки равно минус. Ну а как мы тогда в Ко поступим? Из вот этой формулы мы ничего хорошего не видим. Но придется вот эту формулу опять рассматривать. Вот она у нас представлена. Вот это я могу уберечь, потому что мы уже так не считаем. Получается, что К от нуля равно К в квадрате от нуля минус Си в квадрате. Си от нуля ноль мы уже доказали. Можем этим пользоваться. Получаем, что К от нуля равно К в квадрате от нуля. Ну а отсюда какие выводы можно сделать? Либо К от нуля равно нулю. Либо К от нуля не равно нулю. Но тогда мы сокращаем на К от нуля и получаем то, что нам надо. К от нуля равно единице. Значит, нам остается рассмотреть случай, а вдруг К от нуля все-таки ноль. Ну тогда, поскольку Си от нуля ноль, то мы легко из вот этой, например, формулы, и из вот этой, можно из вот этой формулы, получим что? Ну подставим вместо у ноль. И у нас получается Си х равно чему? То есть функция Си у нас оказалась точно равна нулю. Ну а мы знаем, что такого не может быть. И это препятствует вот этому неразвищу. Значит, мы все-таки доказали, что Си от нуля равно нулю, а отход нуля равно единице. Ну теперь следующий шаг сделаем. Формула называется формула разглашения разности в произведении. Си х минус Си у равно 2Си х минус у пополам умножить на Ко х плюс синус. Это формула разности синусов и формула разности косинусов. Ну она аналогичная. Тут будет 2Си только х плюс у пополам и умножается на Ко у минус х. Вот это тоже известная старшеклассником формула преобразования разности в произведении. Но я не буду их выводить. Они выводятся все из вот этих формул. Или вот тех. Просто нужно вместо х подставить Ко минус В, например. А здесь вместо х Ко минус В, к примеру. И вот этими формулами восходится и все получится. Да или вот как вы сказали. Ну в общем это, я думаю, что можно оставить в качестве задачки, желающим дальше. Вот эти формулы, они нам полезны в отличие. Из них, очевидно, вытекают вот такие неразницы. Синусов. И модулы разности. Ну я говорю иногда Синусов, но на самом деле нам пока неизвестно. У нас говорит Си-ю-Ко, но с языка срывается все равно. Так вот, такой модулы разности, такой модулы разности, они все не больше, чем модулы х минусы. А откуда это берется? А вот отсюда берется. Ставим здесь знак модуля. Потом, значит, Ко будет не больше единицы. Его тоже можно убрать. И остается только Си-Икс минусы. Ну а модуль Си-Икс не больше, чем х. Это вытекает со стороны а. Ну и аналогично здесь. Только здесь нужно Си заменить на единицу и возникает... А, ну... Нет, кстати, здесь... Кстати, здесь... Да, здесь что-то... Так сразу не... В общем, надо вместо Y подставить... Да, вместо Y минус Y надо подставить, да. Тогда здесь будет X минус Y. И все будет нормально. Ну, небольшая хитрость нужна. Значит, вот... Вот такие нерависти. Ну, из этих нерависти... Уже легко следует, что наши функции Си и Ко являются непрерывными функциями. Ну, это для тех, кто знает, что это такое. Может быть, кто-то даже знает, что такое функция. Уже не утворяет условию Y минусы. Вот эти функции... Вот эти нерависти означают, что они утворяют условию Y минусы. Все функции, утворяющие условию Y минусы, они автоматически непрерывные. Ну, а мы дальше пользоваться непрерывностью особенно не будем. Но все-таки надо вот этот факт отметить. Теперь вот что надо сделать. Теперь мы хотим решить вот такое уравнение. Ко Х равно нулю. И найти у него наименьший положительный конус. Вначале надо просто доказать, что... О Х при положительном Х будет больше нуля. И что это число может быть сколько угодно близко к нулю. Ну, это символически записывают так. Пишут инфимум. Ко Х равно нулю. А Х больше нуля. Кинфимум — это латинское слово. Смысл, который мы такой, что в самом случае, что какое бы мы маленькое положительное число ни взяли, всегда можно найти такое положительное Х, что у Х будет меньше этого маленького положительного числа. Не понимаю, а бывает же и отрицательнее космусы? Что? Космус уже и отрицательнее бывает. Ну, да. Космус бывает отрицательнее, да. Другое дело, что там можно доказать, что не бывает сколько угодно маленьких значений. Я сейчас сформулирую правильно. Вот это утверждение я сформулирую не совсем правильно. Надо к нему добавить ложку. Мы хотим доказать, что есть корень положительного ложка. То есть он иногда бывает равен нулю, но потом он будет всё и отрицательнее. Мы докажем сначала вот что. Мы предполагаем, что это неверно. А именно предполагаем, что КО Х всегда больше нуля при положительном месте. А, ну а вот тогда вот уже... Да. Вот и тогда мы докажем, что на самом деле в этом случае КО Х может быть сколь угодно близким к нему. А дальше мы покажем, что это всё равно невозможно. Значит, как это доказывается? Доказывается вот так. Ну, допустим, что это не так. Это означает, что инфилум этот самый больше какого-то числа альфа, которое больше нуля. То есть мы предполагаем, что КО Х всегда при положительных Х больше какого-то положительного числа. И, значит, он не может с полигодного риска приближаться к ноль. Ну, тогда мы обсуждаем таким образом. Возьмём функцию С и рассмотрим вот такую последнюю. С nx, где n натуральное число. Вот мы берём разность этих чисел. Согласно вот этой самой длинной формуле эту разность можно записать так. Можно записать как 2с х пополам умножить на КО Вы написали космус. Ну, плюс х пополам. Вот так, да? КО. Вы написали космус. КО, КО, КО. Применяя вот эту формулу, мы можем написать космус. Ну, теперь смотрим. Вот это КО у нас всегда больше нуля по предположению. И даже не больше нуля, а больше какого-то положительного числа А. А х мы можем взять каким-то числом между х и х1. Тогда синус х пополам у нас не равно нулю. Мы это уже проверяли. Ну, если оно, скажем, больше нуля, то тогда получается, что вот эта последность монотонно возрастает. Потому что разность будет всегда положительная. И причем она будет всегда возрастать на число не меньше вот такого числа. Х у нас фиксировано. Это будет какое-то конкретное число. И альфа тоже будет конкретное число. То есть, получается, увеличивая n, мы увеличиваем значение последствий все время на какое-то конкретное положительное число. Значит, наша последствия будет возрастать неограниченно и стремиться к бесконечности. Ставится рано или поздно больше любого числа. Ну, а это противоречит тому, что по модулю синус не больше единиц. А, кстати, я это... Наверное... Вы знаете, что я забыл? Я забыл... Да. Я забыл доказать вот какую еще точку. Самое известное. Что си квадрат от х плюс пол квадрат от х равно единиц. Это нам теперь придется догадывать. Вот из него как раз и следует, что си не больше, кто может единиц. Ну, здесь я тогда на полус. А эта последствия, видите, она неограниченно возрастает. То есть, каждый раз прибавляется только в полосе плитис. Это если си х пополам ползает. Если си х пополам отрицательна, будет то же самое, то последствия будет убывать. Тоже она будет неограниченно убывать, если там их меньше или меньше. Во всех случаях получается противоречит. Значит, не бывает так, что К положительный и все время больше положительного числа. Значит, К можно близко приближаться к нулю. Да, вот это откуда берется. А это берется вот из этой формулы. Вместо y подставляем х, и получается К от нуля, это мы знаем, равно единице. А здесь как раз пол в квадрате или си в квадрате. Так что все легко отсюда протекло. Так, теперь мы уже знаем, что К у нас стремится все-таки к нулю. Но как доказать, что она обязательно в ноль превратится? Ну, нужно просто повторить эти рассуждения еще раз. Допустим, что она все-таки всегда больше ноль. Ну и при этом ноль стремится. Тогда у нас что получается? Тогда мы опять можем рассмотреть вот эту вот разность. си х плюс х отнять си х. Два си х по полам на го х плюс х по полам. Пользуемся вот этой формулой. И что мы видим? Мы видим, что если число х будет меньше, чем х0, вот то самое, то в зависимости от этого знака, си у нас от аж пополам может быть либо положительным, либо отрицательным. Мы видим, что вот эта разность будет, учитывая то, что кол положительный, что эта разность будет либо все время положительной, если аж положительной, либо все время отрицательной. И это фактически означает, что функция си у нас будет монотонной. Либо она будет монотонно расти, либо она будет монотонно убывать. Потому что аж мы можем брать каким угодно, ну, достаточно маленьким. Но тогда ее модуль точно будет возрастать не больше. Но раз модуль будет возрастать, то и си в квадрате х функция будет строго возрастающая. А тогда, благодаря вот этому точству, получается, что функция ко в квадрате будет монотонно убывать. И вот тут сейчас придется сделать один трюк, который я посмотрел в низке. Георгия Евгеньевича Жилова. Он называется «Математический анализ функции одного предмета». Где похожим способом как раз и поделились триометрические функции. Трюк заключается вот. Мы уже убедились в том, что функция ко в квадрате, ну, а значит и ко, потому что мы предположили, что она положительная, эта функция монотонно убывает. Ну, в нуле она равна единице. А поскольку она не просто монотонно убывает, она еще к нулю стремится. Значит, в какой-то момент, в какой-то точке z, например, эта функция будет меньше, ну, например, числа 5.13. А сейчас мы получим противоритет. Давайте вычислим квадрат функции си в этой точке 20. Тогда что получится? Согласно формуле двойного угла, это будет 4с в квадрате z на ко в квадрате. Ну, формулу Жилова. Ну, ясно, что 4 ко в квадрате z будет больше либо равно числа, потому что си в квадрате не больше единиц. Ну, а ко у нас не больше всего 5.13. Поэтому квадрат будет 5.13 в квадрате, и мы умножаем на 4. То есть, короче говоря, вот это число, 4 умножить на 5.13 в квадрате, получается больше либо равно вот этого квадрата синуса от 20. А с другой стороны, этот квадрат больше, чем синус квадрата z. Потому что в этих предположениях мы доказали, что синус квадрат разрастает. Ну, больше либо равно. Ну, а синус квадрат это единица в минус ко в квадрате. А ко, поскольку ко у нас, если бы ко равнялась 5.13, то мы бы от единицы отняли бы 5.13 в квадрате, и получилось бы что? Получилось бы 12.13 в квадрате. Ну, действительно, домножим всего на 13 в квадрате, и у нас треугольник получается. с другой стороны, у которого стороны 5, 12 и 13. Суму квадратов можно проверить. Ну, и поэтому отсюда получается здесь 12.13 в квадрате. А вот 4 умножить на 5.13 в квадрате, оно на самом деле меньше, чем это слово. Можно это проверить. А у нас получилось, что большее. Значит, противоречие. Ну, вот такой вот единица отнюдь с использованием удачно подобранных еще чисел. Ну, они, конечно, из теоретов оборудов взялись. Но и не только. Нужно, чтобы все это получалось. Значит, мы в итоге получили противоречие. То есть не бывает такого, что косинус все время положит. Такого не было. Ну, раз так, значит, где-то он обязательно растянется в нос. В какой-то точке. Ну, корней-то у него много, выберем самый маленький корень. То есть не меньше х, при которой космонт обращается в нос. Ну, тут, конечно, возникают такие вопросы. А вдруг имеется какая-то последовательность хн, что они являются корнями, а это хн там больше какого, но к нему неограниченно приближается. Но тогда легко проверить, что предел этой последствии тоже будет корней. И если все легко вытекает из вот этих вот нерадностей. Или можно сослаться на непрерывность космонта. Мы уже упоминали, что она непрерывная и доказать, что от этих нерадностей. Так что минимальный положительный корень всегда есть. Не бывает такого, что его не было бы, а какая-то последовательность бесконечно к нему приближалась. Так что минимальный положительный корень здесь. Так вот этот минимальный положительный корень мы обозначим как Пипа Бурбак. В какой-то момент их стали переводить на русский язык. Вот. Замечательно. Предисловие писал Бурбаков. У Бурбаков там было написано так. Цель этой книги там что-то такое. И на русский язык это было переведено следующим образом. Цель этой нашей книги заменить простые, понятные, геометрические соображения длинными, мало меняемыми конструкциями. Пурбаки, узнав, что о них написано в русской книжке, абсолютно взорвались. Как так? У нас же было написано совершенно по-другому. Цель этой книги заменить странные геометрические конструкции на абсолютно строгие, может быть и длинные алгебраические рассуждения. Понятно, да? Николай Макуров ответил. А что? А я подумал, что так хоть правильнее. Вот. Так вот, ребята. Цель этой лекции действительно заменить понятные, хорошие, естественные геометрические соображения на длинные, скучные, неудобоваримые алгебраические футки. По Москве можно ездить в автомобиле, а можно передвигаться под землей на бронекатере. Это надо уметь. Это тоже... Деятельность с приветом, но это надо тоже уметь. Все. Какие бурбаки? Это бурбаки, это группа французских понимателей. Да, ну вот, мне тут не так много уже осталось. Вы смотрите, мы уже наконец... Смо Пьев претенит. Оказывается, это вот... Пи пополам, это наименьше положительный корень вот этой нашей функции. Ну, а синус, то есть Си Пи пополам, всему роду. Ну, естественно, мы, пользуясь вот этой формулой синус квадрат плюс 8 квадрат, можем это записать вот так. И что это будет? Это будет плюс-минус один. Ну, понятно, что на самом деле будет плюс один. Почему? Потому что если бы было минус один, то было бы против... Ну, у нас вот уже есть вот это негативство, вот оно, да? При положительном х мы можем его переписать так. Косинус ко х у нас на промежутке от нуля до Пи пополам положительный, потому что это наименьше положительный корень. Значит, на этом промежутке от нуля до Пи пополам мы можем уже смело сказать, что Си Х будет положительным. Потому что он будет больше, чем х, х умножить на корень. Но корень х положительный. Положительный значит. Значит, Си у нас будет на этом промежутке положительным. Ну, и в точке Пи пополам он, конечно, будет разница плюс единица, а не минус единица. Ну, и в итоге мы теперь уже знаем, что наши две функции Си и Ко, они выглядят как-то там. Значит, Си у нас непонятно как растет. Истостики Пи пополам превращаются в единицу, а Ко у нас как-то убывает, начинается единица и превращается в нулю. А что мы пока выясним с большими трудами. Но теперь уже легко получить так называемую формулу приведения. Я вот сейчас напишу одну из них. Ко Х оказывается, можно выразить через Си вот так, по такой формулы. Си от Си пополам минус Си. Ну, такая у нас очень простое. Вот сюда подставляем вместо Х Пи пополам, вместо У Х. И применяем вот эту формулу. И пользуемся тем, что... То, что мы уже знаем. Что Ко Пи пополам ноль, а Си Пи пополам единица. Так что из вот этой формулы вот это легко получается. Вот эти формулы называются формулы приведения. Они выражают одни функции через другие. И с помощью таких условий. Но эти формулы можно написать в массу. Ну, например, скажем, если вот эту формулу... Ну, аналогичную формулу можно для Си написать. И если их неоднократно применять, то, в конце концов, можно добраться и вот до формулы такого вида. Си Х плюс 2 Фи будет просто равно Си Х. Ну, и аналогичная будет Ко. Х плюс 2 Фи равно Х. Чтобы эти формулы доказать, нужно просто несколько раз применить формулу приведения. Вот это мы видим, что Си и Ко это функции имеют период 2 Фи. Вот эта формула означает, что они имеют период 2 Фи. Так, как и должно быть. Ну, потом... Дальше... Вам я опять предлагаю задачку. Надо убедиться, что вот эти функции Си и Ко имеют точно такие же знаки, как настоящие синусы Ко. То есть найти, какие у них еще есть корни. Вот у Ко у нас будет в точке Пи пополам корень. Следующий корень будет в точке 3 Пи пополам. Ну и так далее. Си у нас в точке ноль имеет корень, так что он будет иметь корень точки Пи. Это все из этих формул. Ну и можно выяснить, какие знаки эти функции имеют на разных промежутках длины Пи пополам. Мы разбиваем все числа на промежутки длины Пи пополам. От нуля до Пи пополам, от Пи пополам до Пи, от Пи до 3 Пи пополам и так далее. И вот на каждом из этих промежутков настоящая синус и Ко имеют какие-то определенные знаки. Так вот эти функции имеют точно такие же знаки. Вот это вы можете проверить сами дома. Этих промежутков правда нужно сколько? На отрезке 2 Пи их помещается 4, от мега до Пи пополам. Вот все 4 промежутка надо проверить и убедиться, что эти функции у нас в точности такие, как действительно синус и Ко. Но потом можно дальше доказать, что 2 Пи это не просто период, а наименьший период. Это вот следующий шаг. Но это тоже вы можете сами дома доказать. Это доказывать примерно так же, как и обычные синусы и Ко. Вот следующий шаг у нас вот такой шаг. Он немножко сквознее, а именно нужно все-таки здесь знать понятие предела. Вот оказывается, если мы Cx поделим на x и вычислим предел при x, то предел будет равен единице. Для функции синус это тоже так же. Это называется первый замечательный предел. Ну вот для нашей функции сил предел будет именно такой. Но это все вытекает из вот этих неравиц. Cx делим на x, очевидно, меньше единицы. Потому что ничего, это значит предел не больше единицы. А с другой стороны, Ко x будет трениться к единице, когда x трениться к единице. Субтитры создавал DimaTorzok